От пациента, 10 сентября 2020 года выполнена резекция правой почки, верхний полюс, удалена злокачественная опухоль диаметром 12 мм. Диагностировали папиллярный рак. В декабре состояние ухудшилось, появились тянущие боли в области правой почки. Консультативное заключение по МРТ пациента 44 лет от 14 декабря 2020 года. При МРТ органов брюшной полости из-за брюшинного пространства в аксиальной и корональной проекциях печень незначительно увеличена, КВР правой доли, 18 см ровно, очагов в печени не выявляется. Деку отрицательное. От сроченного накопления контраста нет. Воротная вена 1 см 2 мм. Селезенка немного увеличена 13, 1 на 6, 3 очагов не содержит. Желчный пузырь 6, 9 на 2,6, холедах 1 см ровно, конкременты не содержит. Поджелудочная железа в размерах не увеличена хвост 1 см 6 мм, тело 1 см 3 мм, головка 2 см 4 мм, контурируется отчетливо, структура однородная, без очагов. Парапанкреатическая клетчатка не инфильтрирована. Надпочечники не изменены. Образований в них не выявлено. Почки расположены обычно. Верхний полюс правой почки резицирован и замещен рубцовой тканью. Деку отрицательное. Гидронефроза нет. Оток мочи по мочеточникам не нарушен. Патологические инфильтраты и увеличенные лимфатические узлы в брюшной полости и за брюшином пространстве на уровне обследования не выявлены. Асцита нет. Деструктивные изменения в позвонках в зоне сканирования не определяются. Заключение с пленомигалия. Послеоперационные рубцовые изменения в верхнем полюсе правой почки. Заведующий кафедрой. Доктор медицинских наук. Профессор Холин А.В. Вопрос пациента. Большое спасибо. Подскажите еще может ли это рубцовая ткань как-либо давить на надпучечник или щемлетел? Ответ профессора Холина А.В. Не похоже. Он достаточно далеко и выглядит нормальным. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok